Как вы думаете, светят ли нам границы 91-го года, так как сил уже нет, этой войны нет конца и краю, к сожалению? Хороший вопрос про границы. У нас были проблемы с поставками, у нас были проблемы с голосованием пакета в Соединенных Штатах. Полгода его голосовали, тянули немножечко, немножечко так серьезно. Мы сейчас начали получать более-менее по графику и соотношение там по снарядам, по выстрелам все выравнивается потихоньку. Но, как мы видим, мы все равно наступать, конечно же, не можем. Без ракет, без авиации, авиации в необходимом количестве. Россияне, чувствуя, что вот-вот что-то прибудет сюда, всеми силами пытаются уничтожить аэродромную инфраструктуру. Бьют нещадно, не жалеют уже ни кинжалы, ни искандеры. Ну, в общем, бьют постоянно. Но все равно два десятка самолетов не решат вопрос, то есть это не коренным образом не переломит, и мы не пойдем сразу в атаку. То есть, я к чему веду? Исходя из той порционности поставок оружия, которая есть сейчас, конечно же, мы не можем идти в наступление. Хотя там кто-то говорит, весной Украина пойдет. А какие предпосылки? Нам там поставлять начнут в 10 раз больше или какие? Поэтому сейчас, сейчас, к сожалению, не идет речь о том, чтобы украинские войска шли в наступление. Подчеркну, учитывая текущий объем поставок. Но помнить о том, где наши границы, признанные в соответствии с правом и в соответствии с... Ну, в общем, вы поняли меня, да? Где наши границы, мы должны помнить. То есть, дабы, может быть, не сейчас, а чуть позже, используя внутреннюю ситуацию в России или какие-то еще другие факторы, дестабилизационные, мы получили свое. Ну, понятно, все четыре области плюс Крым. Вот так мы должны, мне кажется, думать сейчас, потому что физически отбить их вооруженным путем сейчас не представляется возможным. Щиро вам дякую, слава Украине, героям слава. Так, приветствую, Борис, слава Украине, героям слава. Скажите, пожалуйста... А, вот я ответил про эти инженерные войска. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вот я, в принципе, ответил, да, на эти... Так, Борис, можно ли надеяться на то, что Зеленский изменит кадровую политику своей партии? Есть момент, есть нюанс. Просто нет механизма отзыва определенных депутатов, которых выбрали на мажоритарных округах. То есть, если там можно со списочником еще разобраться, то с мажоритарщиком вы ничего, в принципе, не сделаете. Поэтому сейчас менять кадровую политику в партии, именно в партии подчеркну, вот они как зашли туда, есть возможность их либо там привлекать за провинность определенную, ну или за серьезную, там уголовные дела заводить тех, кто действительно замешаны. Ну, в общем, а другого варианта я не вижу. Нету президента, он не может взять и разогнать парламент. Ну, хотя там должны с... Ну, нет решения, пока нет подписания чего-то с Российской Федерацией. Поэтому, ну, обезглавить фактически себя, это будет проблема. Хотя, ну, американские сенаторы неоднократно говорили, что только война закончится, сразу делайте выборы. Субтитры создавал DimaTorzok